Одни говорят, что вы выполняете все свои обещания и начинаете делать Америку великой, а другие, что вы разрушители, которые уничтожают страну и ужасают всю планету. Кто вы на самом деле? Я заявляю о своей невиновности. Во всем этом? Ну, я думаю, что я встряхнул страну. Эту страну следовало встряхнуть. Это было необычно дружественное интервью известному британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану. Морган оригинальным образом сформулировал вопрос о женщинах, которые недавно выступали против политики Трампа. Вы феминист? Нет, я не могу сказать, что я феминист. Думаю, что это было бы слишком сильным заявлением. Я за женщин, я за мужчин, я за всех. А еще президент немного рассказал о своих привычках в Твиттере. И вы лежите в постели вместе со своим телефоном, работая над тем, как все раскрутить. Ну, возможно, иногда в постели, возможно, иногда за завтраком или обедом, или вообще. Белый дом заявил, что главная президентская речь, с которой во вторник ночью впервые выступит Дональд Трамп, продемонстрирует, что президент заботится обо всех американцах. Критики Трампа эту версию не принимают. Рэпер Джей Зи атаковал Трампа, припомнив президенту то, как тот описал некоторые африканские страны. Это крайне обидно, потому что он явно смотрит сверху вниз на целые народы. И это демонстрирует, что он не знает ситуации, потому что эти страны красивы. В них живут красивые люди, и там все красиво. И так выражается лидер свободного мира. В ответ на это заявление Дональд Трамп написал в Твиттере, что благодаря его действиям уровень безработицы среди чернокожих американцев стал рекордно низким.